МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. На полях «Промагра» завершается уборка кукурузы. Вся жизнь дорога, автомобилисты готовятся отметить свой профессиональный праздник. По итогам сезона команда «Промагра» переходит в первую лигу любительского футбола. Уборочная страда близится к завершению. Все силы аграрии вброшены на уборку кукурузы. В растеневодческом хозяйстве «Промагра» культура занимает 2000 гектаров. На сегодняшний день убрано 20%. Кукуруза в этом году уродилась на славу. Нет пропусков в початке. Выполнено до самого конца, от начала до верха. Кукурузное изобилие – результат грамотного ухода за посевами. Да и погодные условия в этом году радовали. Не было ни засухи, ни ливней. По кукурузе в данный момент у нас получается средняя урожайность 90-100 центнеров с гектара. На этом поле, которое мы сейчас молотим, ориентировочная урожайность 130 центнеров. Хороший урожай – радость для комбайнера. Дмитрий Колесников один за смену обмолачивает 17 гектаров. Урожай отличный, хорошо, работает отлично. Приятно смотреть, когда хороший урожай. Сыпет хорошо кукурузу на данный момент. Отличная уборка идет. По времени 7-10 минут бункер. Поздняя уборка на качество зерна не влияет. Ни дождь, ни мороз кукурузе не страшны. Культура обязательно проходит сушку. Сроки окончания уборки урожая кукурузы напрямую зависят от занятости сушилок. Наши сушилки способны просушить в сутки порядка 350 тонн. Сколько можем просушить, столько и намолотили. Ну, понятное дело, какой-то запас сделаем, чтобы она была постоянная кукуруза, с которой можно было работать с сушилкой. Поля в этом году дали хороший урожай по всем культурам. На хранение отправлены 18 тысяч тонн зерновых, 5 тысяч тонн сои и 2400 тонн подсолнечника. Планируемый урожай в этом году впервые перешагнет планку в 40 тысяч тонн. Шуршат по дорогам веселые шины, спешат по дорогам машины, машины. В последнее воскресенье октября свой профессиональный праздник отметят автомобилисты. Для кого вся жизнь – дорога, а вместо сердца – пламенный мотор. Транспорт сделал человека мобильным, а его жизнь – более комфортной. Ни одно крупное современное предприятие не может успешно функционировать без организованной транспортной логистики. В агропромышленном комплексе «Промагра» за перевозку грузов отвечает собственная транспортная компания, в которой трудится 74 водителя. Александр Никулин – профессиональный водитель с 40-летним стажем, за плечами сотни тысяч километров. Начинал со Столинского строя. Работали на вертушке, потом сюда пришел, здесь мясо возил на фуре. Почти сколько? Году 8. Там все время, да, в пути, так интересно было ездить. Челябинск, Магнитогорск, Москву. В эти города. Конечно, мы так, чтобы бывало все. Сегодня Александр Александрович – водитель кормовоза. Отвечает за доставку корма на свинокомплексы. Конечно, работа нелегкая, потому что рано встаем, да поздно там справляемся. Первая погрузка – 4,40. Это уже на заводе нас грузят. И так целый день. Ко всему привыкаешь. За 40 лет Александр Никулин опробовал разные машины. Современная техника упростила труд водителя и добавила комфорта, говорит наш герой. Газ 51, как в этом управлении. Все было. И сейчас уже таких машин-то и нет. А сейчас в основном все компьютер, да и все современное. Даже если какая-то крупная поломка, компьютер подсоединил. На станции набирает, он сразу показывает поломку. Наш следующий герой раньше тоже работал на кормовозе. Но 6 лет назад сменил бочку на прицеп для перевозки животных. Юрий Крюков, водитель свиновоза, доставляет свиней на мясокомбинат. Работа специфическая и требует от человека за рулем выдержки и повышенного внимания. От 40 до 50 километров мы и движемся. Груз живой, он может на одну сторону, может вперед, может назад. Все скапливается. Водитель, занимающийся перевозкой живых грузов, универсальный специалист. В круг его обязанности входит общение с животными. За один рейс необходимо перевезти 200 голов. Юрий Иванович сам загоняет свиней в машину. По два рейса делаем день. На рейс уходит где-то около 6 часов. Мойка, полтора часа, биобезопасность. Все это считывается в одно время. Дорога усчитывается, скорость небольшая. Есть в транспортной компании свои водительские династии. Алексей и Сергей Даевы пошли по стопам отца. Младший Алексей ездит на кормовозе. А старший Сергей доставляет мясную продукцию «Промагра» в сетевые магазины по всей России. В месяц по 5-6 командировок. Управлять тушевозом непросто. Есть свои особенности. Главное на поворотах резко не гонять. И тормозить потише. Потому что он завалится. Груз наверху же висит. И в центр тяжести нельзя. Больших уклонов тоже боится. Большую часть жизни Сергей Даев проводит за рулем. Во время дальних поездок. Кабина большегруза превращается в малогабаритную квартирку. С коврами, отоплением и удобной кроватью. Здесь же можно перекусить и выпить чашечку горячего кофе. Сейчас машины совсем другие. Тогда машины были. Замерзнешь в ней. А сейчас-то ездим. Раздеты, сами видели. Все как... Сейчас машины современные. Скоростные все. Экономичные. Сидишь тихо. Валерий Желенков уже несколько лет не разлучен со своим КамАЗом. На большегрузе доставляет сырье и строительные материалы на предприятия «Промагра». Со мной она дружит. А с другими капризничать ломается. Это я с ней ласково обращаюсь. Ну так, посмотрю потихоньку, по мере возможностей. Еще не подводила нигде. Чтобы техника не подводила, ее нужно любить и обязательно ею заниматься, говорит Анатолий Полупанов. 40 лет мужчина проработал водителем большегруза. Сегодня Анатолий Алексеевич слесарь по ремонту автомобилей в мастерской. До сих пор душа болит. Особенно вот весна начинается все. За руль тянет. Тянет за руль очень сильно. Можно было, конечно, еще поездить. Что-то умариваться стало хорошо. На разговоры у нашего героя времени нет. До конца смены надо сделать редуктор. Не успеет, машина в рейс не выйдет. Нарушится график. А простой негативно скажется на кармане водителя. В коллективе транспортной компании «Промагра» нет случайных людей. Время отсеивает лишних. Команда единомышленников трудится на общий результат, который зависит от качества работы каждого. Всем водителям, как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Чтобы все было хорошо. Чтобы все время была ночь, машина не ломалась. Чтобы план выполнялся. Чтобы была достойная заработная плата. Ну, в общем, и здоровье, чтобы было самое главное. Футбольная команда «Промагра» завершила свой первый сезон. Ребята провели 24 игры. В копилке 17 побед и 5 поражений. Сейчас «Промагра» возглавляет турнирную таблицу. Имя чемпиона станет известно в конце следующей недели, когда все команды второй лиги отыграют матчи. Основные конкуренты и, возможно, чемпионы стала команда ВП-2. Их с самого начала записывали фавориты. Также команда «Бачу» вошла в призы. Были и неожиданные команды. Аутсайдерами оказались команда «Оскол Телеком», «Фортуна», «Оскол Дизель». Семь команд боролось за верхние строчки, остальные уже внизу. Завершающим аккордом сезона должна была стать встреча на поле с ветеранами любительского футбола командой «Дружба». Однако соперник не пришел на игру. Это все-таки любительский футбол. Здесь никто не обязан. Смогли, смогли, не смогли. Но получилось так, что сегодня команда не собралась. Мы настраивались на борьбу на упорную, потому что первую игру мы выиграли 2-1 всего лишь. Было тяжело, поэтому ждали игру. Станет ли команда «Промагра» обладателем чемпионского титула – вопрос открытый. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать – по результатам сезона ребята переходят в первую лигу любительского футбола, что дает возможность участвовать в Кубках Черноземья и чемпионатах России. Сезон сложился очень хорошо, я считаю, потому что мы заняли высокую ступень, оказались в призерах. Поэтому для новой команды это очень хорошие результаты. Конечно, можно было показать намного лучший результат, но сказывается волнение периодически. Когда выходишь на игру, начинаешь переживать, как бы не подвести команду, начинаются скованные движения. И поэтому не всегда все получается. Впереди начало сезона по мини-футболу. С декабря по апрель ребята будут играть в спортивном зале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова